Большое вам спасибо, что вы поддержали наших конкурсантов и дали им возможность действительно ярко проявить свой талант. А поддержка им была нужна, ведь не каждый день они выступают в роли учителей. Ученики 8, 9 и 10 классов стали участниками регионального этапа чемпионата профессионалы 2024. В преподавании английского языка в дистанционном формате. Школьники соревновались в образовательном центре «Флагман». Чемпионат профессионалы – это ежегодное мероприятие, которое проводится в нашей стране уже много лет и дает возможность детям попробовать себя в самых разных профессиях. В рамках чемпионата они называются «компетенции». Соревнования шли три дня. В первой юные учителя познакомились с волонтерами, которые в течение всего чемпионата выполняли роль их учеников. Меня консультировали и обучали английскому языку. На самом деле мне очень понравилось. Девочки, они очень способны. У них невероятный уровень английского. Не у всех взрослых есть такой уровень. И я в будущем с радостью еще буду участвовать в таких мероприятиях. Во второй день конкурсанты провели открытые уроки дистанционно, а в заключении писали письма на заданную тему и проводили самоанализ урока. Это был очень интересный опыт. Можно, возможно, даже определиться с будущей профессией. Один из вариантов. Было очень интересно посмотреть, на что способна я, на что способны другие люди. Звание победителя досталось Елизавете Милентьевой. Лиза – ученица 10 класса школы «Флагман». Говорит, английский язык для нее – дорога в будущее. Девушка мечтает получить образование в Америке и стать архитектором. Я очень рада своей победе, потому что я сильно старалась и прилагала максимум усилий для этого. Это важно для меня и для моего будущего. Я на самом деле не ожидала, что я буду участвовать в таком большом конкурсе, но это для меня очень ценно. Чемпионатное движение по профессиональному мастерству пользуется большой популярностью у школьников. Ведь для них участие в таких соревнованиях – это уникальная возможность попробовать свои силы на площадках потенциальных работодателей. Лада Дудко, Артем Ломоносов, телекомпания Одинцова.